Обсуждать инициативы собрались в Министерстве труда и социального развития Омской области. Именно этот орган власти будет в следующем году внедрять некоторые предложения президента. Среди них установление ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка, которую будут начислять до достижения им полутора лет. Но далеко не все семьи могут рассчитывать на эти деньги, а только с низким доходом, то есть малоимущие, поясняет министр труда и социального развития. Это будет выплата семьям, которые будут иметь на одного человека доход не более полутора прожиточных минимумов 2017 года, второго квартала. Он у нас сложился для трудоспособного населения чуть более 9400 рублей. В принципе, если рассматривать полтора ПМ, то это получается чуть более 14000 рублей. Если доход такой, если он подтвержденный, и начиная с 1 января следующего года в семье родится первый ребенок, то на протяжении полутора лет семья сможет ежемесячно получать чуть больше 9000 рублей. Эта сумма равняется прожиточному минимуму на ребенка. В семье Деяновых пятилетний ребенок, поэтому из предложений президента им интересно продление действия программы материнского капитала до 2021 года. 453 тысячи, именно такую сумму получают семьи за рождение второго или третьего ребенка. Существенная помощь. Для нас, для семьи, которая планирует в дальнейшем расширение, это будет дополнительным бонусом. Ни в коем случае не стимулом для того, чтобы рождать детей исключительно ради материальной выгоды, но, тем не менее, для будущего ребенка это очень положительная мера и позитивная программа. То есть она имеет эффективность, она имеет горизонты, но в то же время, подчеркну, именно осознанность рождения ребенка должна превалировать в наших семьях. Пару лет назад семья Деяновых переехала из Омска в Нововаршавку. Снимать квартиру с маленьким ребенком – дорогое удовольствие. А в рабочем поселке дом от родителей. Ипотеку семья не может себе позволить, объясняет Константин. Знаете, взять не трудно. Вопрос в том, как ее оплатить и насколько это реально в силу тех обстоятельств, что сейчас никто не уверен в завтрашнем дне, будет ли работа, будет ли достойная зарплата. Ипотека, как правило, это длительное вложение средств и, скажем так, долговременные планы. Минимум на 10 лет наберется. И поэтому, говоря о жизни молодой семьи, очень важно, конечно, давать такую возможность молодым семьям, планировать свою жизнь не на год, но на два в период, а на десятилетие. Еще одна инициатива президента – ипотечное кредитование под 6%. Для тех семей, у которых с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. Причем речь идет лишь о субсидировании. То есть в банке ипотеку берут под существующий процент. Государство оплачивает разницу. И то только на протяжении трех лет с момента рождения второго ребенка и пяти лет с момента рождения третьего. Получается, такая схема тоже не подходит конкретной молодой семье. Проблем с жильем нет у чемпионки Паралимпийских игр Натальи Гудковой. Сегодня она тоже присутствует в зале. Женщине 41 год, и второй ребенок родился полтора года назад. Материнский капитал семья получила. Деньги отложили на образование старшему или на увеличение пенсии Натальи. Сейчас она получает стипендию за победу в Олимпиаде. Вот без этой стипендии было бы намного тяжелее семьи? Да. Знаете, как бы здоровому человеку тяжело устроиться на работу. А человеку с инвалидностью, я думаю, что еще сложнее. Выплаты материнского капитала могут претерпеть изменения. Малоимущие семьи смогут ежемесячно получать из этих средств сумму, равную прожиточному минимуму на ребенка. Условия схожи с выплатами этой категории семей за рождение первенца. Кроме того, деньги материнского капитала можно будет пустить на оплату дошкольного образования. Кроме того, по предложению Путина, нужно ликвидировать очередность в детские сады для детей от двух месяцев до трех лет. И повысить доступность и качество медицинского обслуживания. В следующие годы президент называет десятилетием детства. Денис Уонос, Юрий Дорошенко, Антенна 7.